Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале ОМЗАП и с вами я, Роман. Как приятно слушать музыку хорошо отремонтированного мотора, ведь эта музыка вселяет в тебя спокойствие и уверенность за твой автомобиль, но бывает музыка иного характера, которая вселяет в тебя тревогу и волнение за будущее своего автомобиля и такую музыку нам прислал владелец вот этого автомобиля. Это у нас автомобиль Santa Fe 2012 года выпуска с двигателем G4KE 2.4 литра с пробегом 87400 километров. Это второй владелец. И первый владелец, когда продавал автомобиль, сказал, что все регламентные обслуживания этого двигателя проходились вовремя. Масло сюда заливалось 5.40. Если не ошибаюсь, то это было Shell Helix. Однако это не уберегло этот мотор от появления этого стука, который вы только что слышали. И сегодня мы с вами установим причину, из-за которой этот двигатель засучал. Так, пробег действительно 87435 километров. И давайте посмотрим по состоянию салона. Внешне он в очень приличном состоянии. Никаких больших потертостей здесь не видно, но только руль разве что вот здесь вытерт. Видно? Ну, есть небольшая потертость, но она не критична. То есть за автомобилем следили, он в очень хорошем состоянии. И если за салоном и за автомобилем следить, то ничего страшного с ним не происходит. Ну и в любом случае всегда приятно садиться в автомобиль, за которым ухаживали. Сегодня этот автомобиль мы заводить не будем. Потому что, во-первых, мы уже слышали все эти стуки, которые издает этот двигатель. Ну а во-вторых, зачем усугублять ситуацию с этим мотором? Поэтому давайте не будем этого делать. Сняли двигатель. По внешнему состоянию он сухой. Никаких потеков откровенных. Тут нету там таких капельных течей, либо каких-то кошмарных недоразумений. Все прилично, хорошо и аккуратно. Ролики. А он, кстати, и не крутился, не работал, видимо, давно стоял. Видите? Обратите внимание. Здесь ремень был, прижат. Здесь нет. Здесь тоже самое, но... Сейчас в цеху шумно. С пылу с жару. Вот даже еще инструмент убрать не успели. Константин только-только разобрал блок. Основная причина. Покажу сейчас. Это шатунные вкладыши первого цилиндра. Их провернуло. Сейчас на валу дойдем. Посмотрим. Да что ж такое-то. Сложил их. Вот. Видно хорошо? Ну, все. Им хана. И, соответственно, нижняя крышка штана первого цилиндра перегрета. Вот она, видите? Другого цвета. Эти нормальные. И, соответственно, из-за того, что провернуло вкладыши, коренные тоже имеют небольшие задиры. Это первая шейка. Вторая шейка. Тоже, видите, задиры. Не сильные, но имеются. Здесь тоже. Это все из-за того, что продукты износа попадают под вкладыши. Через канал. Вот здесь больше, видите? И здесь. Давайте поподробнее остановимся на всем этом ходе. Здесь более-менее чистый вкладыш. Но в таком случае рекомендуем менять комплект вкладышей, как коренных, так и шатунных. Первой причиной всему этому послужил вот этот вот масляный насос в сборе с балансирными валами. Видите, какая там шляпа болтается от вкладышей. Сейчас мы его поднимем и посмотрим, что у нас там находится. Вот они. Видите? Золото. Бриллианты. И здесь то же самое высыпался. Как раз с первого цилиндра сюда все вывалилось. Поэтому, чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов, мы поставим масляный насос от двухлитрового мотора для того, чтобы увеличить давление и производительность этого насоса. Соответственно, при замене насоса меняется цепь привода и меняется масляный поддон, потому что он другой конфигурации будет ставиться. Давайте теперь посмотрим на блок и перейдем к коленичному валу. Это у нас поршни. Их еще даже не пометили. Вот они как лежали. Как вытащили их из блока, так они и лежат. Задиры присутствуют. И из-за того, что разболотило вкладыш, обратите внимание, поршень бил, доставал до уголовки блока. Здесь этого нет, не видно. Вот он. А этот стучал. Разница. Колечки, соответственно, тоже под замену. Маслосъемные еще не успели залечь. Видите, оно шевелится. Четвертый цилиндр. Здесь чуть похуже, но все равно шевелится. Видно? Пузырики такие. Видно, да? Здесь живое. Ну, как, не залегло окончательно. Тоже шевелится. И здесь тоже, видите, шевелится. Вытрясли оттуда весь кокс, когда оно стучало по голове. Естественно, сейчас давайте-ка только не перепутать. Самое главное, задиры на стенках цилиндров. Видно? У нас первый цилиндр. Давайте четвертый достанем. Опять же, чтобы не перепутать ничего. Поэтому, дорогие товарищи, пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Но мы рекомендуем гильзовку блока и замену поршней вместе с комплектом колец и коренных вкладышей. И один шатун. Замена из масляного насоса будет произведена на двухлитровый. И пойдемте коленвал посмотрим. Вот колено. А это вот первый. Первая шатунная шейка. Задиры есть вал. Соответственно, под замену. Как ни странно, но предыдущий владелец за машиной, по всей видимости, следил. Во всяком случае, масло менял регулярно и использовал достаточно качественное масло. Потому что, видите, нет таких больших отложений масляных. Есть, конечно, но не критично. И что удивительно, мы сколько уже сталкивались с тем, что выходит из строя масляный насос, и там стучит двигатель. Но, тем не менее, при отсутствии давления головка блока остается целой. Крайне редко повреждаются здесь постели у распредвалов. То есть, в принципе, голова-то целая. И только фрезернуть плоскость. Первый цилиндр. И вот обратите внимание, куда стучал поршень. Плоскость будет немного отфрезерована. И клапана, в принципе, камера сгорания тоже достаточно хорошая. Так, это у нас распредвалы и цепи. Цепи будут заменены на новые, разумеется, вместе с успокоителями. Валы останутся старые. Они хорошие. На головке будут притерты клапана. Это в обязательном порядке. И заменены маслостемные колпачки, даже если небольшой пробег. Это делается для того, чтобы не возвращаться к этому вопросу. То есть, если ты влез в голову, то сделай сразу и до конца, чтобы потом этого не было. Никаких там, нежданчиков не прилетало. Привезли нам блок из гильзовки. Сейчас давайте покажем вам, что мы будем ставить на этот двигатель. Самое главное, блок мы загильзовали и установили в него масляные форсунки. Вот здесь он уже с установленными форсунками стоит. Также, поскольку двигатель застучал, здесь у этого блока КАЕ стоит масляный насос с балансирами. И для избежания дальнейшего падения давления мы будем использовать новый масляный насос от двухлитрового двигателя. будет произведена замена. Вот на такой масляный насос. Но это не просто так сделать. Для этого нам потребуется заменить еще и шестерню привода масляного насоса. Вот она. Это новая, которая будет поставлена. Она одна целиковая, обратите внимание. А это его старые шестерни. Также будут заменены цепи. Это цепь привода масляного насоса, цепь привода распределительных валов. Ролики, естественно, будут заменены натяжители, успокоители. Комплект складышей, как коренные, так и шатунные. Упорные полукольца. Обязательно болты. Будут поставлены новые головки блока цилиндров. И при замене масляного насоса вот на двухлитровый также потребуются болты этого масляного насоса. Потому что старый насос с этими сбалансированными валами. Там немного другие. Немного другой крепеж. Будет заменен один шатун. Новый поставлен. Тот, на котором развалился вкладыш. Сделать это обязательно, потому что при повреждении вкладышей разбивает и нижняя, нижнюю головку шатуна. Поэтому шатун заменен обязательно. Также заменены будут поршни. Разбок роскошен. Разумеется, мы заменили поршни. Новые поставили. Вот такие обалденные поршни. И комплект поршневых колец. Это оригинальные корейские кольца. И эта фирма, как я уже в предыдущем видео рассказывал, ставится на конвейер. Комплект прокладок будет установлен на двигатель в вырезательном порядке. Ремень приводной. Вот такое масло мы будем заливать среди зима. Поэтому дольем 5,20. Масляный фильтр. Головку показывали, по-моему. Мы ее отремонтировали точно также. Заменили мотосъемные колпачки, притерли клапана. Если нет, то мы вам сейчас ее покажем. Ну а сейчас перед вами отмытая и отремонтированная головка блока. Обратите внимание, какая она чистая и блестящая. Мы притерли клапана. Вон даже внутри, видите, все каналы прям блестят. Клапана притерты, колпачки мотосъемные, заменены. Вот здесь тоже, глянь. Прям любо-дорого посмотреть. Лучше, чем новое. Все это сейчас будет установлено на двигатель и двигатель будет установлен в автомобиль. И в конце мы вам покажем старые изношенные запасные части и расскажем, во сколько же обошелся этот ремонт. Работа плюс запчасти. Самое главное, раз у нас застучали вкладыши, мы поменяем коленчатый вал на новый. Вот он, лежит. Сейчас его неудобно держать. Ну что, прокачали систему, давайте-ка мы ее теперь заведем. Вот, лампочка горит. Теперь заводим двигатель. Все, лампочка погасла. Двигатель работает ровно. Пойдемте послушаем, как он у нас шелестит. Теперь у нас мотор будет так работать несколько часов и это будет у нас обхаткой небольшой. Мы все время так делаем. После сборки заводим двигатель и на холостом ходу он у нас несколько часов работает под контролем. Мы типа это сделаем специально, чтобы не сразу там завел, заглушил, а потом клиенту отдал и он уехал. И дальше уже сам там гоняет, газует. Все это сделано специально для того, чтобы проверить, обкатать двигатель, чтобы отдавать уже машину в нормальном состоянии, чтобы клиент мог, получив ее, сесть и поехать. И уже ни о чем не беспокоиться. Приехать к нам только через полторы-две тысячи на замену масла. Жидкости залиты, уровни проверены, мотор работает. Вот звук. Сейчас запишем. Нет, все нормально и все хорошо. Наши внимательные зрители могут обратить внимание, что он немножко потряхивает его. Чуть-чуть буквально, да? Практически и незаметно. Но это естественно, потому что мы отсюда убрали масляный насос с балансирными валами и поставили обычный насос от двухлитрового мотора без балансирных валов. Но в дальнейшем это на работоспособность и на вибрации не сказывается особо. Никто на это внимание не обращает. Мотор работает ровно и хорошо. Это сделано, как я уже говорил ранее, специально для того, чтобы повысить надежность масляной системы. Ну а вы пишите комментарии, ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал. До новых встреч в эфире. Вы часто просите в своих комментариях указывать стоимость работ и запасных частей. И сейчас мы это с вами сделаем. Только хочу сразу оговориться, что окончательная стоимость ремонта может быть определена только после разборки и дефектовки двигателя. Когда будет понятно весь объем работ и замена запчастей, которые предстоит выполнить на конкретном двигателе. Итак, по этому автомобилю стоимость запасных частей составила 152 тысячи рублей. Почему так дорого? Потому что был заменен коленчатый вал. Блок цилиндров был расточен, загильзован и отхонингован. И также была переделана масляная система смазки двигателя. По работам это составило 69 тысяч рублей. Что включают в себя эти работы? Значит, снятие, установка, разборка и дефектовка двигателя. Работы по расточке, гильзовке и хонинговке двигателя. Работы по врезке масляных форсунок в блок цилиндров. И также установка пламя-гасителя вместо катализатора. Потому что катализатор подлежал замене и был неисправен. Вот, в принципе, и вся стоимость этого ремонта. Как просили, мы вам озвучили.